МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пирожки, шашки, уютная шаль из махера и безграничная любовь. Вот что первое приходит мне на ум, когда я вспоминаю своих бабушек и дедушек. Сегодня, 28 октября, кстати, их праздник. День бабушек и дедушек дополняет череду всех семейных праздников. Поэтому поздравьте своих любимых, а вот так позитивно начнем нашу программу. А теперь краткий анонс следующих эфирных минуток. Лучший в русском. Где просить помощи, когда запутался в правилах и нормах? Дети и кисти. Стоит ли отдавать малышей в художественную школу или кружки? Не забываем про магний. Как понять, что вашему организму его не достает? Русский язык по праву считается одним из богатейших языков мира. Но у такого богатства есть и другая сторона. Для многих он невероятно сложный. Много правил, много исключений. И тут можно понять иностранцев, у которых мозги кипят при его изучении. Вот попробуйте поставить слово «ножницы» в единственное число. Или придумайте родительный падеж для слова «мечта». Ладно, что уж иностранцам. И нам, носителям, порой бывает сложно разобраться. Студент-журналист Мария Пермякова тоже столкнулась с некоторыми трудностями при выполнении учебного задания. А как она их решила в нашем следующем сюжете. Так, призерам конкурса вручили памятные сувениры. Памятные призы. Все, не буду ничего делать, мне точно два поставят. Что вас так расстроило? Ведь можно обратиться к дежурному по языку. Что за дежурному по языку? Это один из проектов Сыктывкарского государственного университета. На портале «Территория просвещения». И там есть внутри раздел «Дежурный по языку». И чем мне может помочь ваш дежурный? Что он мне расскажет? О, там разные рубрики. Там есть рубрики «Этюды о словах», где можно узнать об истории слов, о происхождении некоторых русских слов. Есть рубрика «Речевые запинки», где можно познакомиться с ошибочными употреблениями русских слов, произношения, грамматической формы. Есть рубрика «Русский язык, как иностранный». Есть рубрика «Красная книга русского языка». Татьяна Николаевна, спасибо. Но у меня совсем не осталось времени смотреть ваши рубрики. Я из-за этого задания точно без стипендии останусь. Ну, не стоит расстраиваться. Там же есть кнопка «Назрел вопрос». И там вы можете задать совершенно конкретный вопрос о написании слова или о том, что вас очень интересует в данный момент. А как быстро вы ответите мне? В течение дня. Или если вопрос очень трудный, то дня два-три. На портале «Дежурный по языку» вы можете узнать не только верное написание, произношение и использование современных слов коми и русского языка, но и уже вышедших из употребления. Например, вы знали, что «Октябрь» раньше называли «листопад» или «свадебник». Эксперты сайта также могут подсказать, как правильно составить деловое письмо или как точнее выразить ту или иную мысль. Мне дежурный подсказал следующее. А призером конкурса жюри вручила грамоты и сувениры. Я побежала показывать статью преподавателю, а вы скорее открывайте дежурного и узнавайте много полезного и интересного о родном языке. А, и пожелайте мне получить хорошую оценку. Говорят, что талант к рисованию есть у всех. Даже у взрослых людей, которые кисть ни разу в руке не держали. В процессе обучения главное уделить время и внимание технике и насмотренности. И трудиться, трудиться, трудиться. Тогда все обязательно получится. А вот детям куда проще. Они все буквально схватывают на лету. И если ваш ребенок тянется к прекрасному, отдайте его на уроке рисования. В этом кабинете царит атмосфера творчества. Рисунки, развешанные на стенах, кисти и краски на полках. Но все же главные герои в этом царстве – вдохновленные маленькие художники. Вот уже чуть больше 20 лет на базе Центра дополнительного образования «Орбита» работает и за студия «Родники прекрасного». Рисунок, живопись, батик, интерьерные работы – это и многое другое изучают на уроках юные творцы. Сейчас в объединении занимается около 70 человек от 7 до 16 лет. Руководит процессом педагог с 30-летним стажем Любовь Красильникова. И она уверена, что талантом награжден каждый ребенок. Самое главное – желание увлечь этого ребенка. Показать ему, что это все красиво вокруг нас, что нас окружает. И ребенок сам увидит все. Главное – помочь словом, техникой. Своими учениками из-за студии определенно может гордиться. Нарушить творческие планы не смогла даже пандемия коронавируса. И в сентябре ребята представили свои работы на 23-й международном детском конкурсе дизайна изобразительного и прикладного искусства в Санкт-Петербурге. Вот, например, за эту работу Дарья Смирнова получила третье место. Дарья, ты участвовала в конкурсе, в номинации «Комната моей мечты». Я не могу не спросить, как бы, ну, если зрители, мы покажем зрителям, если открытую, то, конечно, комната, но вообще это выглядит как пенек. Почему? Потому что я хотела создать, что надо беречь природу и не забывать про то, что нельзя мусорить. И, ну, эта работа показывает, что надо беречь всю природу. Вот, поэтому она в форме дерева. Кстати, главной темой конкурса стал эко-дизайн. И Дарья с поставленной задачей справилась. Ее комната мечты выполнена из перерабатываемых материалов. Все, ты правы? Привет! Это видео было снято, кстати, в северной столице, на конкурсе. Педагог в окружении нимф – лесных и цветочной. Эти образы были представлены в рамках номинации «Дефиле». Какой вот у тебя был костюм? Как ты его опишешь? Он у тебя был… Он же должен быть экологичным, да, судя по теме. Вот что он из себя представлял? Ну, он был в цветах. Шляпа была в цветах. Юбка была в цветах. То есть все было в цветах? Да. Найти ребенку занятие по душе – дело непростое. Но стоит только сделать правильный выбор, и можно заметить, какой яркой и насыщенной станет жизнь вашего чада. Не стесняйтесь, экспериментируйте с кружками и секциями. Работоспособность на нуле. Выспаться никак не получается, характер стремительно портится. Возможно, вам не хватает магния. Продолжит тему Регина Стороженко. С экранов телевизора вы часто можете услышать магния B6. Магний – один из важнейших микроэлементов, без которого не обходится более 300 ферментативных реакций нашего организма. Магний не зря называют железом жизни. При его недостатке многие клетки работают хуже. Чрезмерное употребление сладкого, фастфуд, алкоголь, курение, а также стресс увеличивает потерю магния в три раза. При участии магния у нас формируются все белки нашего организма. Кости, суставы, коллаген и эластин кожи. Симптомы недостатка магния. Первое – это боли в сердце, головные боли, мышечные судороги. Четвертое – раздражительность, усталость, слабость. Пятое – повышение уровня холестерина. И шестое – выпадение волос. Волос. И ломкость ногтей. Как подобрать магний? Выбирайте соединения только высокого качества. Они – оксид, карбонат и глюканат. Они не усваиваются. Усваиваемые формы – это глицинат, цитрат, малат, таурат, магния. И мой совет – не пренебрегайте консультацией специалистов. В какой же иногда восторг приводят, казалось бы, обычные вещи? Вот идешь по улице – бац! И встретил уточек, которые плавают себе в озере, пруду или даже в луже. Вот такую лужу в центре города облюбовали княжпогостские уточки. Эти фотографии разместила Оксана Селиверства в сообществе ВКонтакте «Мешпогостский историко-краеведческий музей». Водные процедуры они принимают вместе с голубями, которые под шумок затесались в эту дружную утиную компашку. Кстати, если вдруг на улицах вашего города, села или вашей деревни увидели что-то интересное и даже успели запечатлеть это на фото или видео, обязательно присылайте нам. Радости и восторг от увиденного мы разделим со всей республикой. Кажется, наш генератор позитива нуждается в отдыхе. Небольшом, чтобы успеть перевести дух. Берем небольшую паузу, но совсем скоро вновь увидимся в эфире. Не скучайте! Привет, земляки! После небольшого тайм-аута студия 11 вновь возвращается на ваши экраны, чтобы скрить хорошим настроением. Что нас ждет в следующей эфирной минуты, сейчас увидим. Инстаграм-разоблачитель. Чем закончилась незаконная рыбалка? Нет банальщине. Как общаться в деловой переписке? Профессиональные пробы. Школьники получают билеты в будущее. Социальные сети – штука хорошая, но с ними нужно быть поаккуратнее, особенно если замышляешь какую-нибудь пакость. На официальном сайте прокуратуры Республики Коми появилась новость. Печорская природоохранная прокуратура по хэштегам в соцсети выявила факт незаконной рыбной ловли на территории национального парка Юга-2. Если проще сказать, то браконьеры самым наглым образом удачно порыбачили на европейского хариус на территории национального парка. А этим промышлять, на секундочку, незаконно. И для того, чтобы еще больше насладиться своим триумфом, выложили в Инстаграм фотографии с многочисленными хэштегами. Какие именно хэштеги это были, не написано. Но, предполагаю, они были примерно такие. Я браконьер, удачная рыбалочка, природоохранная прокуратура, заметь меня. В общем, социальные сети – штука однозначно хорошая, но своими, так сказать, достижениями в них хвастать не нужно. Быть одним на сто или одним из ста. Конечно, хочется отдать предпочтение первому варианту. Но, чтобы быть именно таким, нужно много работать. Искать ненавязчивые способы выделиться. И можно начать практиковать свои навыки в интернете. Как сделать деловую переписку небанальной, расскажет копирайтер. Штампы в деловой переписке. Что такое штампы? Штампы – это слова и выражения, которые уже затасканы всеми и не несут в себе своего первоначального значения. И они сейчас уже раздражают людей, когда мы встречаем их в переписке в соцсетях или в деловой переписке с уважением или с наилучшими пожеланиями. Часто эту приписку ставят к письмам, к сообщениям, которые не содержат ничего приятного, ничего наилучшего или ничего благодарного. Поэтому эта приписка с уважением уже утратила свой смысл и является штампом. Следующий штамп – заранее спасибо. Мы пишем человеку какую-то просьбу и дописываем заранее спасибо. Вроде это вежливость, это проявление уважения к нашему собеседнику. Но нет, если присмотреться, на самом деле это манипуляция. То есть я тебя попросил что-то делать, я тебя уже поблагодарил и будь добр, сделай. То есть такой штамп употреблять тоже уже не стоит. Следующий штамп, который каждый из нас видел на подъездах, во многих пабликах, в заведениях и везде – это «приносим искренние извинения за доставленные неудобства». Только вслушайтесь в эту фразу. Она пропитана канцеляризмом и вот этой вот строгостью административной до последней буквы. И мы уже не верим в эту фразу, что там действительно искренние сожаления содержатся. Поэтому эту фразу, чтобы не раздражать своих собеседников, свою аудиторию, лучше изменить. Нам очень жаль. Простите, что так вышло. Как нам исправить ситуацию? Есть несколько фраз, которые могут выразить сожаление более тепло и более душевно, чем этот штамп. И еще пример такого же штампа, который очень сильно заезжен всеми политиками, всеми официальными лицами – это «примите искренние поздравления» или «примите искренние соболезнования». Это уже полностью официальная фраза, которая не несет в себе ни искренних поздравлений, ни искреннего сожаления. Поэтому мы ее тоже лучше заменяем. И вообще, давайте уходить от всех штампов, которые навязаны нам годами. Сейчас можно писать и разговаривать так, как вы хотите, только не обижая всех окружающих. Кем ты хочешь стать? На кого пойдешь учиться? Это, пожалуй, один из самых частых вопросов, которые слышат подростки и от друзей, и от родителей. Тем ребятам, кто еще думает, выбирает, сомневается, приходят на помощь специалисты по профориентации. В этом году Республика Коми участвует в всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Что это такое и как же выбрать профессию по душе, сегодня расскажет директор Сыктывкарского политехнического техникума Лариса Волощук. Лариса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. «Билет в будущее» – что это за такой проект? Пару слов. «Билет в будущее» – это проект ранней профориентации, разработанного по поручению президента Российской Федерации. Проект состоит из трех этапов. Вначале – это диагностика, тестирование. Второй этап – выполнение профессиональных заданий, вот сами профессиональные пробы. И заключительный этап – это получение рекомендаций. В Республике представлено 17 площадок, где школьники могут пройти эти профессиональные пробы очно и выбрать для себя порядка 30 компетенций. Понятно. А тест, он проводится, получается, в режиме онлайн или приходят педагоги? Тест проходит в режиме онлайн. Но в связи с сложной эпидемиологической ситуацией ряд компетенций можно выбрать в режиме онлайн. И все-таки какие это компетенции вообще сейчас есть? Ну, я хочу сказать, что Республика смогла охватить все основные направления профессионального обучения. Ну, достаточно широкий спектр, чтобы выбрать для себя что-то по душе. Ребенок сам выбирает себе профессиональную пробу. Как это вообще проходит? Это группа из нескольких человек? Или вот вы, как сказали, дистанционно некоторые могут пройти? Школьник сам выбирает себе пробу, выбирает площадку, куда бы он хотел прийти на эту пробу, и время, когда ему удобно. А, то есть даже так полный карт-бланш получается у школьников. Такой достаточно индивидуальный подход. А если говорить о географии конкурса, это же не только сыктывкарские школьники? Конечно. Республика участвует. 17 площадок, это все муниципалитеты представлены. Так что я не думаю, что кто-то из школьников не сможет поучаствовать при желании. А если, допустим, в том муниципалитете или в том районе нашей республики нет такого профессионального обучения, опять же, дистанционное обучение нам помогает? Да, конечно. Есть разные варианты. Как вы считаете, как специалист, как профессионал, вот такие профессиональные пробы, действительно ли это эффективный способ дать билет в жизнь школьнику? Вы знаете, что тут хочется отметить? Что, конечно, в республике выстроена достаточно серьезная система профессиональной ориентации. Но, тем не менее, предлагаются ежегодные новые формы. Вот билет в будущее – это новая форма профессиональной ориентации. Здесь и онлайн-тестирование, да, то есть тестирование. Здесь и выполнение практических заданий. И, безусловно, главный этап – это рекомендации. Рекомендации, где школьник может развить свои интересы. Это система дополнительного образования. Это выбор дальнейшей профессии. То есть очень серьезный, серьезный проект. И как стать участником этого проекта? Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо на сайте «Билет. Будущее» пройти регистрацию. Это касается непосредственно школьников, а родителям подтвердить участие ребенка в этом проекте. Дальше пройти тест, как я понимаю, и все. Записаться на профпробы, прийти в учреждение профессионального образования, либо выбрать форму дистанционную, пройти эту профпробу, получить рекомендации. Спасибо вам большое за информацию. Очень интересно. В Национальной галерее нашей республики экспонируется выставка художника, поэта, продюсера Московского фестиваля искусств «Артмаяк», двоюродной племянницы известного фольклориста и композитора Прометея Ионовича Чистолева Алевтины Анатольевны Стручковой. На выставке представлены свыше 20 графических произведений из серии сюжета и образа Коми Края и Мистики Арктики, которые были презентованы в Москве и Бухаресте. Помимо этого, ценители искусства могут познакомиться с новой серией работ «Путешествия по реке Кокшинге», созданную в преддверии столетия Республики Коми. К этой секунде у меня все. Остается пожелать вам хорошего настроения на весь оставшийся день. И напоминаю, если вдруг вы почувствовали симптомы осенней хандры, нежелание вылезать из-под одеяла и выходить на улицу, срочно принимайте экстрасильный препарат под названием «Студия-11» с понедельника по пятницу три раза в день в 7, 8 и 12.00. Вот вам рецепт на всякий случай, а снизу поставлю подпись. Доктор позитивных наук Алена Югова. Пока, Республика! Редактор субтитров А.Семкин